доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника как и всегда продолжаем разбирать и анализировать основные события финансовых рынков делать акцент на самые интересные фундаментальные инфоповоды и смотреть собственно как они влияют на динамику инструментов прошу прощения за то что мы так и не смогли добавить вчерашнюю запись возникли технические проблемы со звуком поэтому сегодня нужно постараться лично мне реабилитироваться и попробовать охватить новостной фон не только последней торговой сессии прошлой но еще и пробежаться такими крупными большими шагами по торговой сессии пятницы потому что отдельные фундаментальные истории у нас тянутся оттуда и мы продолжаем работать собственно с этим фоном друзья сегодня очень важный день я бы наверное справедливости ради отметил отдельные релизы по той же самой англии это промышленное производство темпы экономического роста в 12-30 по московскому времени они будут опубликованы возможно если бы у нас не было на повестке очередного голосования по brexit то на эту статистику мы бы с вами обратили больше внимания потому что в отдельных релизах данных искали бы ответы на то что может произойти с национальной денежно-кредитной политики уже не раз говорил вам что если у нас нет новостей политических по brexit то он как раз фокусируемся на макро статистике сейчас же ситуация совершенно другая сегодня состоится голосование по brexit у уже а третье по счету со всеми вытягающими последствиями я думаю что если в этот раз тереза мэй не сможет протащить соглашение через парламент через полу общин англию ждут смутные а времена и в том числе и тереза мэй я допускаю даже сценарий повторного еще одного вот ему недоверия которая в этот раз она вряд ли пройдет успешно для себя потому что очевидно что она не может сплотить кабинет министров чтобы те проголосовали за документы якобы открывающие для англии хорошие условия выхода из состава европейского союза очень спорная ситуация сложный момент я не буду сейчас обдаваться особо а в подробности в детали документа о выходе из состава с но если палата общин так упорно сопротивляется понимая что может произойти с английской экономикой если в конце концов будет реализован жесткий brexit я думаю что есть на то а причины и вероятно даже причина не только упираются вот в вопроса бэкстопа пограничной территории между республикой скажем ирландии а северной ирландии к британцу мы вернемся чуть позже обязательно поговорим я уверен то что на этой неделе фунт будет самым волатильным инструментом торговой сессии пятницы явно нам уже показала что фунта действительно заряжена мощнейшие движения это что мы вчера видели рост больше чем на 250 пунктов фактически уже делает британскую валюту а самой активной и динамично растущей среди всех валюта g10 но еще не вечер я не буду принижать сейчас степень ее дальнейшего волатильности британской валюты но очень сильно поспорил бы с тем сможет ли фунт сохранить рост и дальше я считаю что вчерашний как раз вчерашнее восстановление и бычья динамика это подарка а продавцам которые искали хорошую возможность занять короткую позицию в ожидании уже итогов вот этого голосования а после которого для английской экономики скорее всего начнется уже новая история поэтому друзья возвращаемся к тому чего я начал при всем уважении к британской статистике сегодня она не будет иметь ровным счетом никакого влияния на фунта давайте мы сфокусируемся только лишь на брэкзите а вот что касается других регионов сегодня в 15-30 выйдут данные по инфляции сша этот отчет очень важный потому что мы по-прежнему следим и стараемся понять что в голове у федрезерва касательно изменения процентных ставок ну как говорится скажем подразумевать одно а делать другое мы помним о планах которые были озвучены федрезервом то что оставки будут повышаться но не такими динамичными темпами как раньше но лично хочется убедиться в том если для этого серьезные предпосылки и на мой взгляд друзья есть когда мы будем с вами сейчас разбирать ситуацию с долларом в контексте в динамике против иены я приведу несколько аргументов которые в принципе еще раз доказывают то что американская экономика сейчас явно не на тех оппозициях которые были характерны для 2018 году ну а теперь давайте подробнее начнем с рынка нефти очень хорошо сейчас ситуация складывается для нас то есть для покупателей потому что котировки постепенно растут 66 72 уже мы сейчас видим в наших терминалах это на мой взгляд еще не предел а цели у нас в районе 69 а 70 тех кто устал ждать можно я думаю что выходить даже на отметке 68 долларов за баррель но я целом еще друзья посижу потому что видел как активно покупатели боролись за уровень 65 как активно они вступали в игру именно со продавцами в тот момент когда те пытались продавить бренд ниже 65 долларов за баррель здесь уже и техника говорит нам о том что уровень слишком уж а крутоват ну и этот новостной фон который мы разбираем он также целом после вчерашнего дня способствует тому чтобы восстановление котировка было продолжено и дальше почему в целом в конце прошлой недели котировки бренд оказались ниже 65 долларов за баррель повлияла она эта статистика по торговому балансу китая по внешней торговле когда вышли данные о падении экспорта больше чем на 21 процент я думаю что вы все друзья можете сделать правильный вывод о том что такие слабые данные являются еще одним сигналом на замедление темпов экономического роста не хочется сейчас снова уходите в дебри связанные с оценкой ситуации в экономике поднебесной я уже много раз делал акцент на то что же все таки являются основными якорями для этой экономики и надеюсь вы помните друзья то что основные трудности но на мой взгляд уж точно связаны даже не с конфликтом соединенными штатами америки с крайне сложной ситуацией именно с внутренним спросом с показателями экспорта и со производством а здесь все это следствие проблемы того что китайская экономика фактически выела со внутреннего рынка те свободные ресурсы крайне дешевую рабочую силу которой китайская экономика была обеспечена в результате демографического взрыва поэтому я продолжаю делать акцент на слабость китая отмечаю что скорее всего именно китай и станет у нас а через какое-то время основным фактором долгосрочного снижения а котировок нефти а станет но не сейчас друзья пока что у нас сохраняется рост и мы видим что на настроение трейдеров все-таки влияют такие новостные нейтрализаторы например как статистика бейкер сьюз по количеству нефтяных терминалов а собственно третьей недели подряд их число сокращается и здесь тоже если порассуждать можно прийти к выводу о том что раз снижается количество нефтяных буровых значит это в конце концов может отразиться на показатели нефтедобычи основным фактором роста вчерашнего дня выступили комментарии рейтерс со ссылкой на министра нефти саудовской аравии о том что саудовская аравия планируется катить экспорт нефти до семи миллионов я думаю что именно так оно и будет потому что за последние два месяца действительно представители крупнейших игроков ближневосточного картеля очень чистоплотный в плане соблюдения обязательств сделки энергетического пакта и мы помним планы даже саудовской аравии озвучены еще месяц назад снизить объем добычи на 500 тысяч я думаю что эти планы в конце концов будут реализованы и еще один пожалуй важный фактор поддержки это прекращение работы одного из крупнейших экспортных терминалов в венесуэлы из-за проблем с энергоснабжением которые продолжаются буквально с четверга рынок снова покумекал к чему это в конце концов может привести и в данный момент вышел на простой локальный краткосрочный вывод о том что при таком новостном фоне можно даже говорить не не только о том что впоследствии скажем баланса будет восстановлен из-за усилий опека о том что могут возникнуть даже проблемы с предложением но рассуждая на долгосрок конечно же это выводы которые не нужно транслировать на длительную дистанцию все радикальным образом может поменяться за очень короткий промежуток времени но текущий локальный афон он какой есть такой есть друзья поэтому давайте положимся на него тем более что он явно способствует движению нефти в том направлении в котором нам нужно и будем ждать котировки на бренда ближе к сопротивлению 70 долларов за амбары доллар иена 111 30 силу а пятница была зафиксирована отметки 110 77 на текущий момент участники рынка на мой взгляд нашли больше доказательств того что ситуация в американской экономике все-таки не такая уж и безоблачная в частности уровень безработицы хоть и снизился как вы помните в минувшем месяце до 3 8 процента однако количество новых рабочих места явно разочаровала оптимистов потому что мы увидели худшее значение за последние несколько месяцев всего лишь прирост на 20 тысяч на это тут же отреагировали доходности американских облигаций друзья доходности снизились до отметки 2 64 4 процента и в принципе находится рядом с этим уровнем а сейчас вчера очень важный релиз был по роничным продажам я бы не сказал что статистика хорошая может быть релиз вышел лучше чем месяц назад но посмотрите до какого уровня был пересмотрен показатель как раз прошлого месяца и если оценивать сейчас годовую динамику то на целых восемь десятых процента это явно ниже прогноза и также не забывайте что в декабре у нас по роничным продажам вовсе было худшее значение за последние 9 лет я считаю что понимая с какими проблемами сейчас сталкивается розница федрезерва начал 2019 год как раз сообщение о том что не будет теперь торопиться с ростом процентных ставок потому что если роничные продажи находятся на таких вялых уровнях то вряд ли не смогут поспособствовать удержанию инфляции вблизи целевого значения в два процента для доллара и иены друзья очевидно сейчас нужен какой-то новый триггер я по-прежнему считаю что этим триггером могут стать подробности по долгожданной сделке между сша и китаем пока что этих подробностей нету но я отношусь к тем трейдером которые все-таки считают что стакан наполовину пуст нежели чем там пол я жду негативных новостей и пусть даже если соглашение будет достигнуто то как и всегда чуть покопаясь в деталях можно будет понять что интересы на мой взгляд китая все-таки будет ущемляться в большей степени когда до рынка начнет этот доходить то в конце концов всем через уже какие-то ответвленные темы но вернуться к разговору о том что политика протекционизма сша продолжается и кто знает какой жертвой и кто будет жертвой следующий для сша может быть даже еврозона в целом по доллару иене я предлагаю сейчас работать с тем что есть данные не способствуют росту доходности американских облигаций без роста облигации мы не сможем увидеть роста и доллара цели по доллару иене находится ниже отметки друзья 110 я думаю что мы доберемся до этого уровня евро против доллара 1 1253 на прошлой неделе очень волатильная для европейской валюты и в целом мы увидели то ослабление которое хотели видеть и собственно давление на евро было оказано из-за мягких комментариев европейского центрального банка я думаю что сейчас наверное не суть важно основа возвращаться к детальному анализу итогов заседания европейского центрального банка мы это делали еще в прошлую пятницу но важно напомнить то что европейский центральный банк подтвердил что не будет повышать процентные ставки в этом году и сообщил о запуске очередного раунда программы долгосрочного рефинансирования тэйл-тэйро который начнет действовать с сентября это даст допа ликвидность банковской системы еврозоны увеличить денежную массу будем надеяться со слов европейского центрального банка что это простимулирует рост инфляции но мне почему-то кажется что вряд ли какие-то кардинальные изменения произойдут с индексом потребительских цен потому что если инфляцию по двум процентам не удалось вернуть программе количественного смещения то этому раунду тэйл-тэйро также это вряд ли удастся сделать мягкая риторика европейского центрального банка абсолютно обоснованным буквально в ту же самую пятницу мы получили данные по производственным заказам германии вы помните что там очередное снижение я рекомендую друзья что если статистика вас интересует зайти в экономический календарь построить графики именно того как меняется динамика состояния секторов и в частности по промышленному сектору по производственным заказам вы убедитесь в том что там исключительно нисходящий тренд и вчера вышли данные по собственно динамике этого сектора очередной спад и в результате темпы экономического роста германии были пересмотрены до одного процента а что касается все еврозоны то также в четверг европейский центральный банк пересмотрел прогнозы экономического роста на этот год до 1 и 1 процента но мы уже пришли к выводу друзья что это несколько приукрашенные цифры с учетом таких цифр вряд ли европейская экономика сможет рассчитывать на рост в пределах даже больше одного процента я думаю что более справедливыми значениями по ввп являются уровни 0.8 там 0.7 ну посмотрим 2019 год только начинается картина не радужно если в конце концов а сша и китай не смогут договориться то и даже мой прогноз по экономическому восстановлению будет довольно оптимистичным вывод который мы делаем евро в связи с этим на мой взгляд будет оставаться под позиционным давлением я не обращаю внимание на локальный рост он не имеет ничего общего долгосрочной тенденции более того откаты они только доказывают правильную логику развитие любого тренда он не может быть однонаправленным всегда обязательно должны быть перезагрузки и рыночных настроений в данном случае сейчас то что мы откатились минимумов это еще нам доказательство того что нисходящий тренд развивается в том формате в котором нужно ну и британская валюта друзья текущие котировки 132 с небольшим в частности я считаю то что а фунт а легко сможет снова протестировать поддержку 130 мы только лишь на ожидании вчера показали такую динамику увидели по британской валюте хотя этот оптимизм и я даже не знаю чем можно связать чем можно объяснить но разве что только тем что трейдеры поверили что инициирование 50 статьи будет отложена на какой-то проложительный период а в будущем но прежде чем это произойдет друзья я все-таки рекомендую не забывать что сегодня очень важное событие это голосование по соглашению если тереза мэй в очередной раз терпит фиаско нужно понимать что так а просто для нее все не закончится то есть если она сегодня не сможет убедить палату общин проголосовать за документа ранее согласованный между собственно и европейским союзом то это может привести к печальным последствиям для ее карьеры в моменте в том числе вот его недоверие и снятия ну а точнее отставка я думаю что логично сделать вывод о том что в моменте могут очень сильно возрасти политические риски которые без того сейчас остаются запредельными и при очередном провале на голосование скорее всего вероятности жесткого брекзита снова будет находиться на локальных максимумах жесткий брексит это а сценарий при котором англия все же потерять доступа к единому европейскому рынку и к таможенному союзу я считаю что по такому сценарию собственно ситуация будет развиваться а дальше поэтому здесь я сохраняю медвежье настроение рекомендую друзья вам сейчас искать прям тщательно уровне с которых можно фунт продать но на мой взгляд откуда бы вы сейчас не проявили активность это все равно будет очень выгодная сделка потому что только лишь на волатильности мы сегодня можем оказаться гораздо ниже я не верю в чудеса и не верю в том что сегодня терезе мы каким-то образом удастся убедить парламента одобрить ту сделку за которую сейчас выступает а правительство чудес на мой взгляд не бывает и с точки зрения политики уж точно и по доллару канадцу пару слов друзья мы сейчас откатили в район отметки 134 но все же уверен доберемся до уровня 135 немного нам не хватило до этого рубежа мы реагировали в пятницу на данные по рынку труда частности отчет оказался не таким хорошим как хотелось бы в моменте канадская валюта оказался под давлением и сейчас только лишь восстановление цен на нефть оказывает поддержку канадцу если скажем нет снова даст слабину и потеряет доллар с небольшим то есть снова откатит в районе 65 долларов за баррель я не исключаю такой сценарий но я все же верю сценарий того что ниже 65 мы не уйдем для канадца это будет еще одним ударом в результате которого как раз и может пасть сопротивление 1 35 друзья на этом собственно все хорошего вам торговой сессии не забывайте что сегодня очень важный день контролируйте риски следите за загрузкой депозитов это очень важно увидимся завтра